Всем привет, это Павел Вайс. Сегодня у нас еще одно видео с контейнером, со сториджем. Но прежде чем мы начнем это видео, прошу вас всех зайти на мой второй канал. Он будет, ссылочка будет внизу в описании. Мы там с семьей, это семейный наш канал. Мы там с Женей больше. И вообще там будем показывать, как мы живем, чем мы занимаемся, как мы отдыхаем. Вообще будет много интересного, там будет много того, что не попало в этот канал. И там еще я буду анонсировать победителей с этого канала. Кто победил GoPro или кто победил какие-то другие призы, я буду делать на том канале. Тот канал на английском языке, и он может быть будет интересен людям, которые хотят немножко подучить английский или знают английский язык. Да и вообще всем подряд. Так что спасибо, подписывайтесь обязательно на тот канал, подписывайтесь на этот канал. И поехали! Вот едем. Тетя на вон той маленькой тележке показывает, куда ехать. Сама заблудилась, кажется. Всем привет, это Павел Вайс. Сегодня мы покупаем еще один сторидж, то есть уже купили, и вот эта женщина нас туда привезла. Этот сторидж был очень дешевый. Мы решили попробовать маленький дешевый сторидж. Мы посмотрим, сколько он нам принесет. Купили мы его за 30 долларов всего. И он такой маленький, и там немного всего. Так что будет легко загрузить, хотя бы вот из-за этого уже хорошо. Так что вот он номер 354. Давайте посмотрим, что тут есть. Кстати, поздоровай здесь с Женечкой. Всем привет! Помогатель. Помогатель. Вот он он. Вот такой маленький юнит. И мало вещей. Но мы посмотрим, что здесь можно найти. Как темно здесь. Света нет. Будем выносить все на улицу. Так, одежда. Вот какие курточки, а? Вот люди выбрасывают. Не нужно им это. Сразу в мусор? Сдадим. Сдадим этим людям. Здесь у нас ложка, чарджер. Чарджер, давай пока не будем выкидывать. Вдруг что-то найдем, для чего этот чарджер нужен. Ложка. Да, мы чарджер. Так, можно. Ланком Париж. А, это макияж. Пограммочки, так, спокойно. О, кисточки. А для губ целый этот, смотри. Палетка. Ух ты! Для губ много кисточек разных. Ну, тут, в принципе, кажется, все только косметика. И ничего особенного тут нет. Косметика. Хлам. Охо, какие штаны. Желтые. А мне кажется, вот здесь костюм. Смотри. Брюки. И пиджак, скорее всего. Смотри, какой пиджак вылез, как из попы. Корейский пиджак. Как вы относитесь к корейским пиджакам? Я никогда. Человек был не маленький. И туда можно два меня посадить. Какие крутые джинсы. Вау. Держи. Это что? Ландри Барта. А, это чтобы стираться. Мыло. Джинсы. Здесь, скорее всего, ничего нет. Так и есть. Вонючка для машины. Все вкусно пахнет. Но предчувствие хорошее почему-то есть у меня. Очень много писанины вручную. Поехали дальше. Здесь тоже самое. Так, что у нас здесь? Ужас. Ужас. Книги про Бога. И вот такая игрушка. Ужас. Надеюсь, меня YouTube не забанит за такой страшный ужас. Есть еще у тебя, Женя, пакет для мусора, чтобы этот ужас выкинуть. Люди в Америке вот такие вот. Везет нам на такие инструменты. Вот меня хлебом не корми, дай все же мусори поковыряться. Сейчас в комментариях будет. Банана Репаблик. Мусор, мусор, мусор. Вместе с этим. Это ноги качать. Так, ноги качать. Ну-ка. Она улетела. Хочешь ноги качать? Нет, спасибо. У нас они и так накачаны. Накачаны. Много грязных сумок. Тут что-то тяжелое лежит. Наверное, может, книги. Сейчас мы это узнаем. Спиннер и бумажки. Он не работает. Так, здесь у нас телефон старый. Еще один телефон. И какая-то сумочка. Косметика. А в косметике еще какая-то. С маленькой отверткой. Хлам. Хлам. Термос. Хлам. Еще одна сумка. Тяжелая, наверное, опять бумаги, книги. Расческа. Ай-яй-яй. Какой такой юнитный? Прикупили никакой. Ну, хоть не жалко. 30 долларов все-таки это не такие большие деньги. А это гараж опенер. Мусор. Какой-то провод. А, от старого Самсунга. Возьми, может пригодится. Постоянно чарджеры теряются. Чарджеры, потому что. Айронмен. Рюкзак для детей. Кутируем. Бины. За сколько можно прорезать? За 5 долларов. Давай сейчас на бинах наберем тридцатку. Но самое интересное, я на потом оставляю, потому что здесь что-то выглядит получше. Здесь что? Бумаги, наверное. Не знаю. Диски. На, поковырять. Ничего там тоже вроде. Что в этой коробке? Что-то более аккуратно упакованное. Бумажник Майкл Корс. Вот мы, наверное, и вернули свои 30 долларов. Хотя вряд ли, я не знаю, сколько он стоит. Прогуглишь? Прогугли. Прямо сейчас? Да. Чтобы вернуть 30 долларов, надо гуглить шприцы. Перчатка. Ужас опять. Две перчатки. Так. Ух ты. Смотри. Это у нас очень старый раритетный пульт управления видеомагнитоконом GVC. Новый? Новый. О, такая вещь стоит 48. Ну, я думаю, за 25 можно ее продать. Она выглядит как новая, красивая, такой, не грязная. Посмотрите. Вот этот все, 25 принесет. И еще у нас есть Ziti. И кажется, у меня такой телефон даже был. О, он и рабочий, Жень. Рабочий? Ты посмотри. Ты посмотри. Зайду сюда. Опа. Телефон-то рабочий. Нет, телефон, я думаю, можно даже и за 20 продать. Точно знаю 20, потому что у меня был такой. Я его когда-то за 300 долларов купил. Перчатки эти стоят 20. О, 10 за перчатки. Опа. Мы уже юнит отбили. И даже что-то заработали. Очки с резинкой. Фирменные. Смотрите, с пружинками. Чайные. Другие очки с пружинками. Смотри-ка. О, уже сколько получилось? 55? Пшш. Мы уже отбили. Смотрите, какие щузы. О, новые? Нет, они не новые, Женя. Недалеко не новые. Называются 310. Я не знаю, что это за 310. Используем. Жень, про гугл и 310 щузы. Вообще, может быть, это какая-то блатная фирма. Я хожу в какой-то замызганной пуме. А Женя ходит в замызганных скетчерсах. Так, а ну-ка, бочку не дай мне. Смотри-ка, нам на что везет. Второй юнит подряд. Он точно. А там, кажется, еще один везет. Опять, когда ногу ломаете, вас вот в такой определяют, затягивают. Ну, цены 108, 9, 106. А использованные. Когда нога сломана, вот в такой приходит цокать пару месяцев. Я никогда, слава богу, в этом не ходил. И, надеюсь, не придется. Я не думаю, что мы будем это продавать. Жень, нужен еще пакет. Потому что наши пакеты разваливаются. Ой, в этом есть место для этого щуза. Так, понеслась дальше. Коробочки. Вот тут эта фигня уже раздолбанная. Сейчас мы ее. Сейчас, сейчас, потерпите. Чуть-чуть еще. Вот. Еще одна коробка с мусором. Еще одна большая коробка с мусором. Здесь, конечно, показал Версачи. Носки от Дольджи Габбана. О, это пепельница. Не июнь, просто мечта. Мечта. Сумка. Я чувствую, в такой сумке, в 50-е, гангстеры переносили деньги из одного бара в другое казино. Или наоборот, из казино в бар. Вау, вот эта кожа. Она такая толстая, наверное, миллиметров пять, наверное, как минимум. Здесь у нас ботинки за место денег. Что-то я не вижу ничего ценного в этой крутейшей сумке. Нет, мафиозная сумка не удалась. О, это, кстати, и причина, почему я битл на вот этот задрипанный юнит. Это вот эта. Потому что обычно в таких что-то можно найти ценное. Давайте заценим. Бритва. Тут какие-то у нас драгоценности. Серебро. Двадцать пять. Серебро? Серебро. Там еще одна сережка должна быть. Две сережки. Нет, сережка и кулончик? Сережка. Одна сережка и кулончик. Ну, серебряный. Это затейпанная. A deck of cards. Карты. Щипчики. Щипчики. Это тройник. И самое главное, забыл сказать насчет розыгрыша, который был в прошлом видео про контейнеры. Розыгрыш продолжается на тех же условиях. Если мы набираем до конца четверга, вот этого четверга, мы набираем 10 тысяч сабскрайберов, подписчиков, я высылаю новый GoPro в коробке. Новый GoPro 8 Hero Black. Так что зайдите на предыдущее видео про контейнеры, напишите комментарий, поставьте лайк, обязательно подпишитесь на канал. И я ставлю все комментарии в специальный веб-сайт, рандомайзер. И он выбирает победителя в четверг. Так что, опять же, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Кликайте на колокольчик, чтобы он уведомлял вас о новых видео. Ух ты, какие плоскогубцы, мультайтул. Ну-ка, он немножечко разбитый и погнутый. И держится на этих зиптаях. Да. Хлам. О, смотрите, сколько крутых отверточек. О, фонарик, фонарик. О, Женя со своими фонариками бритва. Мусорку, тверточки. Ну, вот эти отверточки я сохраню для себя. Это у нас метр. Расческа для лысого. Ты что, выкинула мою расческу? Я же лысый. Вот такой же. Ну да, не выкидывай, не выкидывай. Ух, какой тисакс. Посмотрите, какой. Гансу, Женя, это какой-то японский. А ну-ка, про, пожалуйста, про ebay его. Потому что он в очень хорошей кондиции. И он написан по-японски. Напиши гансу наев. Игрушки, игрушки. Косметика. Топку. Дейзи, не хочешь, да? Дарья, какой маленький тисакс. Это стейнлесс чайна. Когда на тебя лилипуд нападает, знаешь, это маньяк. Типа чаки. У них вот такой ножик. Оставь эти два для прикола. Вот так и будем продавать. Для карликов тисак. И для чуть побольше карликов тисак. Оба с дырками. Мы нашли золото. Держите саки. Все, мне не интересно. Так, с бриллиантами. Да ну нафиг. Женя, посмотри, у меня тебя зрение хорошее. Есть какая-нибудь проба. Вообще есть на коробке что-нибудь написано, Женя? На коробке ничего не написано. Это бижутерия или нет? Нет? Цирконий. А выглядит как красиво. Нет, ну, когда такие настоящие бриллиант, маленькая одна, эта сережка будет стоить тысяч 15, потому что моряк и размер камня. Проба есть, но выкидывать не будем. Возьмем на всякий случай. Но оценивать тоже не будем. Понимаете, мы вернули свои деньги. Я думаю, коробку тоже надо забрать, потому что у нас инструменты есть. Здесь обычно держишь снасти для рыбалки. О, здесь есть замочек. Вот это мы тоже заберем. Он нам нужен. Я вот Джин иногда когда-то захочу поехать, покачаться. Кого выкидывать? Да, не смей. Как раз смотри, как круто получилось. Берется вот так. Это и сюда. Опа! Эти сюда. Опа! Идеально зашли. Не совсем идеально, но заходят, 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 заходят. Вот. Самочек сюда. Деньги здесь, как всегда. Все. Что еще надо? Хороший сундук. Давайте посмотрим, что здесь. За 10 долларов нажит. Ох, какая красивая, тяжелая коробочка. Вау! Коробочка реально красивая. Такая вся. Там раньше были печеньки. Да? А сейчас тут у нас... Опа! Это настоящий? Настоящий. Настоящий коуч-бумажник, ребята. Слушайте, день начинает налаживаться с кредитными карточками. Это был настоящий бумажник, потому что кредитки оставили. Так же не можешь прогугловать. И он, кстати, в такой хорошей одешине. Я не видел. Где-то от 15-20 долларов. Всякие зарядки. Провода оставим. Всегда они теряются. Так, смотрите, еще одна коробочка. Ух ты, поэмы! Какая-то вырезка. Фигня. Это не выкидывай. Отвертка. Хаски. Очень тяжелый. Но это ножи почти полные. А, да. Круто. Не знаю, продать это за сколько-то можно или нет. Но они дорогие. Я знаю, я покупал когда-то для своего шапа. И они дорогие были. И тут полные. Вот видите, 100-100. Они до сих пор стоят на полных. Ну, я думаю, долларов 5. То есть, 60 долларов мы уже. Куча резиночек. Пакетик. Вилки. Режек. А вот он и есть. Теперь уже получается 10, Женя, целый набор. Он очень класс. То есть, за десятку. О, зажигалка зипа типа. Надо зарядить. И, как всегда, с черепом. Это ничего. Здесь очень полезные гайки. Полезные, но не нам. Ставить? Да, нужно. Все, в коробочке тоже не нужно? Удавь в коробочку. Ой-ой. А, все, что мы забираем? Да. На, тебе крышка от коробочки. Смотри-ка. Опять, опять твои губнушки. Смотрите, сколько их таких теней и всяких. Сумочка. Ножницы, Жень. Те такие нужны ножницы? Это для подстригалки, наверное? Они уже это, ну тебе видней. А эта сумка и шовка. Так, здесь ничего особенного нет. Ух ты, какая. Ну да, здесь у нас с циклянной. А может вниз? Здесь была драгоценная какая-то. Коробочка, конечно, да. А, это те сережки здесь были. А, скорее всего, точно. Ну-ка, где они у тебя? Смотрите, какие сережки. А мы вот так это пока сделаем. Смотрите, как круто. До 10 баксов кто-то с коробочкой купит. День налаживается. Может быть, даже и сделаем какие-то деньги. Love Pink. Victoria's Secret Love Pink. Где деньги? Кредитка. Кредитки есть. Денег. Вот какой-то потайной карман, смотри. Тут очень много кредиток. Скорее всего, долги, долги, долги. Мусор. Эта сумка точно мусор. Но это тоже Love Pink, Жень. Еще одна сумка, Жень. Еще одна? Betsy Johnson. Ты знаешь эту фирму? Ух ты, она такая. Телефон убитый LG, но большой. Почему-то мы очень много находим телефонов в этих сториджах. Телефоны люди к чему-то сбрасывают в эти сториджи и забывают о них. Это компьютер-бэк. Смотри, тут еще какая-то внутри сумка. На ebay, Жень. Посмотри, сколько вот такая сумка стоит. Она в хорошем таком состоянии. Немножечко так покорсено. А в той сумке что? Ничего не было? Сумки, использованные, кстати, ребята, покупали. Женя продала, купила одну сумку за сколько? За долларов. Два доллара. Она купила где-то в Second Hand Store. И продала, мы его продали за 370 долларов. Сумку. Так что сумки, использованные, тоже покупаются. Сейчас Женя проверяет. 109. Новая? 40 использую. За 30. 30 за сумку. Еще пару коробочек. Тут что-то есть. Что-то очень грязное. Это спикер. А что это? Вибратор это. А, вибратор. И у бабушки в перчатках. Догадайтесь с первого раза, что это такое. Ой, неужели это вся сумка такая? Нет. 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 Она, наверное, партии делала. Это тоже вибратор. Все, я больше не буду в этой коробке ковыряться. В этой сумке партии Animal. Она была просто животным. LED Light. А есть здесь розетка где-нибудь? Я не знаю. Просто внутри? Там же так, что есть. Розетки нет. Ну, Light неплохое, но LED. Если работает, General Electronics. Light оставим. Долларов 10. 10. Я оптимист. Кто знает, как мы продумали? Как кто знает, я знаю. Последняя коробочка. Смотри. Так и знала. Так и знала. Отдай. Отдай весло. Как думаешь, она использовала это на своих вечеринках? Have you been a bad boy? Там вопрос по-английски. Были ли вы плохим мальчиком? Ну, все понятно, для чего эта дубинка была. Выглядит так, что мы закончили с этим прекрасным storage unit. Так вот, товарищи, мы разобрали этот маленький unit. Сейчас все это загрузим в нашу машинку. Что я могу сказать? Мы потратили на него 30 долларов. Комиссионных там никаких не было. Ничего не было. И налоги мы не платим, так как у нас свой бизнес. Мы от налогов освобождены, когда мы покупаем вещи. Из этого unit мы примерно... Мы окупили этот unit и по-любому сделали немного денег. Сколько мы сделали? Вот здесь, в углу экрана. Или здесь. То есть, денежку мы сделали небольшую. Но главное, мы не потеряли. И потратили мы на это всего лишь полчаса нашего времени. Особо не напрягаясь. И трак не надо было снимать в рент. Потому что все влезет в нашу машинку. Всем спасибо за просмотры. Ставьте много лайков. Пишите комментарии внизу. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Будут розыгрыши. Будет много контейнеров. Кстати, я еще куплю контейнер через пару дней. И будет еще одно видео. Так что подпишитесь на канал. На колокольчик кликните. Чтобы он вас уведомлял о новых видео. Всем спасибо. Всем пока. Пис.